поверхностью, ботинки, в которых можно без вреда ходить по горячему асфальту, и еще с десяток видов рабочей обуви. Таков ассортимент сегодняшней фабрики. Здесь чуть больше сотни мастеров, но именно они шьют по-настоящему сибирскую обувь. Эта спецобувь, она же выдается работникам, буровикам, тем рабочим, которые там по коллективному договору получают эту обувь. Эта обувь утепленная есть, ну, это для Севера мы раньше делали очень много, и сейчас делаем, и сапог меховой. Это обувь незаменимая для Севера. Все начинается здесь. Эти формы на стенах называются резаки, выполняют функцию лекал. Как правило, в одной паре обуви от 20 деталей выше. Все от модели зависит. Такие формы отливают, если заказ большой. И, судя по количеству резаков, заказов таких немало. Вручную краятки единичные экземпляры обуви. Покупатели – люди с нестандартными размерами ноги. Для подобных ботинок делать резаки нет смысла, особенно если есть некий запас лекал. На этих полках 40 моделей мужской и женской обуви стандартных размеров. Правда, в картонном исполнении. Железную окантовку лекалы заключены не случайно. Делается это для того, чтобы прослужили как можно дольше. Да и резать, говорят, гораздо удобнее. Вся обувь, будь то спецсапоги или ботинки для повседневной носки, шьют только из натурального материала. Кожа и заграничная овчина. Раскроенные и обработанные составляющие больше напоминают детали конструктора. Совершенно непонятно, что куда. Но уже на следующем этапе производства все обретает форму. Сшивают заготовки в этом цехе. Делают исключительно рабочую обувь. Сегодня трудятся над юфтевыми меховыми сапогами. Работа не из простых, а в смену необходимо сделать 400 по обуви. Первым делом кожу красят на линиях среза. После аккуратно отмечают линию строчки. В этой ручке серебряный стержень привезен специально из Италии, для того, чтобы чертить на коже нашими карандашами. Столько пробовали, эффект не тот. А этот... Вот, пожалуйста, достаточно четко виден на коже. Но на этом подготовительные работы не заканчиваются. В ход идет спецстанок. Края некоторых деталей делают в половину тоньше. По технологии положено. Есть операция, допустим, когда мы сшиваем мех и выворачиваем. Чтобы отстрочить ее и вывернуть, надо, чтобы завернулась. Ну, как сказать, и загнулась кожа. И чтобы она ее прострочить, машину просто не возьмет и носить не будет неудобно. И будет просто тереть вверх. После все, как в любом другом швейном цехе. Каждая мастерица выполняет свою задачу. Юфтевые сапоги идут по цепочке. Уже сшитые заготовки ждут в следующем цехе. Он там внизу. Отправляют их через этот люк. Примерно вот так. Самый ручной цех. Входишь и складывается ощущение, что ты не на фабрике вовсе, а в такой-то огромной сапожной мастерской. Сотни колодок и стук молотков. Здесь крепят подошву. Каждой модели свою. Все зависит от того, кому ботинки предназначены. Мы разрабатываем обувь конкретно для них. Если для дорожников, то у нас должна быть определенного вида подошва. Чтобы она на сайте не оставляла следов. Чтобы повышенные температуры не влияли на стопу. Мы делаем дополнительную стелку. Если для обуви, для металлургов, тогда ставим латунный гвоздь. Тогда мы ставим металлический подносок. Сегодня до ума доводят все те же юфтевые сапоги. Кстати, самая востребованная на севере обувь. А это единственная постоянная составляющая всех ботинок. Стелька из кожеподобной резины. Работы по креплению подошвы с нее и начинаются. Сначала стельку набивают на колодку. Вот тут это уже сделано. Набивают в три гвоздя. Для того, чтобы не было перекоса и стелька держалась плотно. Потом на эту штуку оденут заготовку для сапога. И примутся за затяжку носка и пучка. Пучком, кстати, называют вот эту часть ботинка. Колодка не покинет сапог до тех пор, пока он не пройдет через все необходимые операции. А их здесь немало. Крепление подошвы – одна из самых ответственных задач. Наверное, поэтому на просьбу попробовать на себе профессию сапожника получаю твердое «нет». У нас каждый ботинок посчитан, поэтому никто не позволит нам этого делать. Материалы дорогие, да? Конечно. Сами знаете, такое время – все дорогое. Но мы не сдаемся, пытаемся завладеть молотком через мастера одного из цехов. Аргументы те же. Новичкам ответственные операции не доверяют. Придется просто разбирать. Если в самом начале ошибиться, значит, заготовку придется просто почти все разобрать. Лучше не ошибаться. Но вообще-то мы не ошибаемся. У нас все-таки работают рабочие с пятым разрядом. Все с хорошим классом. И стаж у всех уже большой. Смену сапожники выстукивают до несколько сотен пар обуви. Они же укрепляют носок и пятку специальным материалом. Детали мочат ацетоном. Когда они высохнут, то полностью приняв форму ботинка, обеспечат ему твердость и носкость. После в дело идут станки. Мелкие складки на коже разглаживают феном. Низ прижигают формовкой. Дальше по конвейерной ленте к другому оборудованию. Этот станок называется «Оклёп». На самом деле, эта машина с труднопроизносимым названием нужна для того, чтобы разгладить на подошве все неровности. Просто работая молотком, это сделать сложно, да и долго. А тут раз-два и готово. Теперь главная задача – просушить сапоги в естественных условиях. На креплениях обувь провисит сутки. Последний день работы над партией. Тяжелейшим ботинком колодка всё ещё внутри, приклеивают наружную часть подошвы. Чуть позже для верности её прошьют. Колодку снимут, готовые сапоги почистят, отретушируют стыки и покроют кремом. Рядом с грубыми и громоздкими юфтевыми сапогами замещаем весьма симпатичные ботинки. Как выясняется, тоже рабочая обувь. Но не для газовиков и нефтяников, а для дорожников. У них особая подошва. С ней по скользкой поверхности не то, чтобы ходить, бегать можно будет. Здесь цепляют шипы, как я поняла, да? Размер имеет значение какой-то? На шипы, да, имеет значение размер. Вот я какой размер взяла? Вот 37-й. Это какой у меня? Из какой кучки шипы брать? Вот из этой маленькой. Любой или большой? Любой. Сначала большой цепляется на большие, а маленький на маленькие. Вот я взяла большой, да? Да, большой. Шипами вниз. Попадаем вот эти дырочки сбоку. И здесь вот тоже сбоку маленький. Шипами вниз это вот так? Шипами вниз, да. Ага. На каждый размер своя вставка. Да вот только какой ботинок не возьми, зелёная резинка никак на место вставать не хочет. Они вставляются очень неудобно, это нужно ещё... Дело в том, что они ещё острые, здесь вот не подержишь их особо. Вот это ещё и на них сноровку и умение. Теперь маленький. Маленький. Берём? Берём маленький. Наоборот, вот дырочки. Где? Видишь, вот дырочки. Вот эти вот шипы должны в дырочки попасть. Сколько пор обею вот так вот смену? У нас она не постоянно такая идёт. В данный момент у меня 15 пар. Что? В данный момент у меня 15 пар. А сейчас нужно сделать 15 пар. Да. Ну за сколько часов справиться? Какие часы? В течение часа всё можно сделать очень быстро. Даже в течение полчаса. Полчаса заканчиваются быстро. Дополнительные крепления одеты на все ботинки. Кроме того, что у меня в руках. Я это сделала. Отмучившись, возвращаюсь к сапогам. Партия тоже готова к носке. Осталось лишь упаковать и отправить заказчику. На подходе новый заказ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова